Привет, это Костя Сан. Мы сменили студию Барах Юги на более привычный для вас вид. И сегодня я расскажу про Джонс Шторм Вулф сезон 21-22. Это доска сезона 21-22, но я покатался на ней уже в прошлом сезоне. Вы знаете, что в линейке Джонс до этого была модель Лон Вулф Одинокий Волк. Это была узкая доска с ласточкиным хвостом, заостренным носом. И есть в линейке Джонс вторая модель с ласточкиным хвостом. Это Шторм Чейзер. Это короткая и широкая доска с ласточкиным хвостом. Если у Лон Вулфа был кэмбер с рокером в носовой части, то у Шторм Чейзера это флэт с большим рокером, который начинался еще до передних закладных. Так вот, в этом сезоне Джонс решили объединить две эти модели и сделали Шторм Вулф. Эта доска шире, чем Лон Вулф. По ощущениям она жестче, чем Лон Вулф. С прогибом Лон Вулфа, то есть здесь, вот от большого пальца до большого пальца, это традиционный весовой прогиб кэмбер. Ну и с рокерочком, с небольшим рокером в носовой части. То есть нос начинает подниматься вот отсюда. То есть это практически точки контакта, самые широкие места на носу сноуборда. Но нос после загиба длинный, то есть можно считать его рокером, но чисто технически доска тянет на полностью кэмберный снаряд. У него, как и у других досок Джонс, есть ложка на носу. И если попытаться посмотреть на нее, то такое ощущение, что она превращается в ложку примерно вот от этого места, от середины значка на носу. Это значит, что ощущение от доски в карвинге, например, на жестком склоне, как от кэмберного сноуборда. А вся ложка, она вот в этой части. И знаете, как она работает в этой модели? Бывает, что длинный нос у паудерных сноубордов не тонет. Но он гнется, когда мы наваливаемся на него, когда он въезжает в снег, и видно, как нос, большой объем носа дает сопротивление движению доски вперед. Здесь как раз ложка вот в этой части, она как нос корабля немного раздвигает снег. Но, по моим ощущениям, она не чувствуется, когда мы катаемся по жесткому склону. Загиб хвоста тоже есть. Поэтому, если вдруг кому-то принципиально важно проехать какую-то часть дороги в свиче, по трассе может быть, или где-нибудь траверснуть, то это сделать можно. И траверсит свиче, она чуть проще, чем ховеркрафт. Жесткость доски выше среднего. Для меня это 162-я ростовка, кстати, для меня эта доска, ну, я бы сказал, ощутимо жесткая. И я обычно катаюсь на более мягких сноубордах. Но, вроде бы, ростовка 162, но эта доска небольшая, потому что эффективная длина канта чуть меньше, чем у обычных досок с ростовкой 162. Сквозь топшит видно начинку этой доски. То есть, здесь есть, как и у Джонс Авиатора, вот такие вот элементы карбончика. Тут вот сеточка под топшитом. То есть, доска собранная, бодрая, ну, я бы сказал, бронебойная. То есть, по сравнению с Лон Вулфом, это более мочильный снаряд с жестким носом. Нос ощутимо жестче, чем у Лон Вулфа. И в случае с Лон Вулфом мне было некомфортно кататься на нем в паудер день после обеда. Потому что вся гора превращается в мягкое, такое плотное месиво. И когда влетаешь носом во все вот эти вот кучи снега, то на Лон Вулфе он загибался до колена и приходилось сильно уходить назад и ехать вот прям на пяточке. Эта штука все это пробивает. Я тестил ее в супер глубоком снегу. И скажу, что она плывет хорошо. Но всплытие таких досок сильно отличается от, назовем их так, от нью-скул паудербордов, таких как Ховеркрафт, например, или Джонс Майнд Экспандер из той же категории. То есть, коротких и широких досок. Здесь поведение все-таки отдает классическим ласточкиным хвостом. То есть, эта доска, несмотря на то, что ширина у нее значительно больше, чем у Лон Вулфа и у других классических олдскульных хвостов, все равно есть ощущение, что ты едешь на длинной доске, которую прям хочется управлять ей технично. Перекладывать ее с рейла на рейл, и она делает плавные широкие повороты. Но при этом она может быть маневренной. Лес, конечно, не ее конек, но если говорить про катание в лесу по мягкому снегу, то она маневренная. Если говорить про катание по выкатанному лесу, то это, конечно, не тот снаряд, что нужен. Конечно, как и на всех досках Джонс, здесь есть магнитрекшн. Я думаю, что вам будет это видно. Здесь 5 точек контакта. Джонс это называет трекшн-тек. Первая точка – это самое широкое место на носу. Вторая вот здесь. Они еле заметны. Третья по центру доски. Ну и точно так же в нижней части доски. И мне вот такой магнитрекшн нравится прям очень сильно, потому что, по сути, вы его не замечаете. Но когда вдруг вы езжаете на какой-то бетонный участок склона, на ледок, то доска, канты которой вы, например, не точили весь сезон, внезапно начинает хорошо держать на льду. И всех вот этих минусов, о которых я слышу, которые касаются Мервина, вот с их ярко выраженным магнитрекшном, здесь такого нет. Смотрите, сколько на этой доске закладных. То есть, мне кажется, 62-я ростовка подойдет людям от, наверное, 178. Просто, может быть, кто-то любит большие доски, такой Big Mountain стайл катание. Ну или веса много, например. И благодаря этим закладным можно выбрать свою ширину стойки. Можно поставить крепы поуже. На этой же доске может покататься кто-то с ростом в 190. И поставить крепы пошире. Это прикольно. К скользяку у меня лично вопросов нету. Два года плюс один год гарантии, если вы зарегистрируете эту доску на сайте производителя. Это был Джонс Шторм Вулф. Микс Лон Вулфа, которого теперь нет в линейке Джонс. И Шторм Чейзера, который по-прежнему в линейке. И это часть серф-серии, которую Джонс делает совместно с серф-шейпером Крисом Кристенсеном. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Можете поделиться этим видео. Скидки все будут в описании. Увидимся в следующем видео. Эта доска не в моем стиле. Поэтому, скорее всего, вы не часто видели меня на ней в Powder Day. Паудер я люблю раскатывать немножко на других досках и совмещать паудер-катание с фристайл-катанием. Но если говорить про повороты, повороты в любых кондициях снега, и когда на курорте выпадает, и ты не знаешь, там выпало много или очень много, то вот это сноуборд, который справится даже в том случае, если его выпало очень мало, и чувствуются там вчерашние следы, по которым нужно стараться ехать, когда нужен не паудерборд, а какая-то фрирайд-модель.